Караганде срочно нужна ТЭЦ-4. Об этом заговорили еще в прошлом году. Новый теплоисточник должен полностью покрыть энергодефицит нашего региона. Работа уже началась. О технологическом аспекте строительства рассказали специалисты. По предварительным данным, новый теплоисточник Караганды ТЭЦ-4 будет расположен за городом в районе Штубе. Вреда экологии причинено не будет, уверяют специалисты. Потому как очистка сточных вод и промышленная канализация будет проводиться по самым последним технологиям. В качестве газоочистительного оборудования будут установлены электрофильты нового поколения. Существующие фоновые концентрации города Караганды по многим ингредиентам превышают предельно допустимые концентрации. В связи с этим до 2020 года выбросы, которые будут поступать от ТЭЦ-4, будут превышать ПДК. Также на слушании обсуждались вопросы об использовании самого топлива. Предполагался уголь Кузнецкого, Шубаркольского и Кабастузского месторождения. Пока что остановились на последнем. Данный уголь мы выбрали почему? Потому что, во-первых, во втором варианте как альтернативу рассматривает Шубарколь. Но Шубаркольский уголь, как известно, является стратегическим запасом для металлургии, для производства технологических кокса, металлургической промышленности. И с учетом всех положительных, отрицательных факторов, а также запросов Министерства индустрии на технологии угольной промышленности, консультации с государственной СРГП госэкспертиза. И также уголь Кебастузский был, в принципе, на данной стадии утвержден заказчиком. Это удобно и с экономической точки зрения. Касательно самой перевозки, угля затрат будет намного меньше. Основные моменты, которые предполагались на слушании, будут рассматриваться на следующих стадиях проекта. Предварительная оценка по строительству ТЭЦ-4 будет тщательно утверждаться. Возможно, новые обсуждения и изменения по техническим вопросам. Анна Шалкарбек, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.